Они были молоды и полны сил. Каждый строил планы на будущее. Но в один миг вся жизнь потекла по иным законам – законам войны. 1941 год – время, разделившее жизнь на до и после. Это сейчас они ветераны, труженики тыла, герои Советского Союза. А тогда – молодые мальчишки и девчонки. Свидетелей тех страшных лет с каждым годом все меньше и меньше. А молодое поколение знает о войне только из книг и кинофильмов. Вера Сорокина – труженик тыла. Ей было всего 17 лет, когда началась война. Тему продолжит Екатерина Чернышева. Голодные 20-е годы прошлого столетия. В рабочей семье в 1924 году рождается девочка Вера. Десять детей – много? Для тех лет, пожалуй, нет. Почти каждая семья тогда была многодетной. Когда Вере было 12 лет, из-за врачебной ошибки у нее умирает мама. Она, значит, кричала. Тут прибежали сестры, врачи, что такое. И опять на операционную вскрыли ей швы. А там оказались ножницы. Да. И мамочка наша через 40 минут умирает. Доброта и великодушие главы семьи сыграли в жизни профессора, по чьей вине умерла молодая женщина, положительную роль. Он остался на свободе. И папа говорит, дети, вы знаете, что я остался без жены, а вы без мамы. Ну, хорошо. Человека, которого посадят, а у него же трое детей. Жена больная. Кто детей будет кормить? Отец Веры тяжело переносил смерть жены. И через год и его не стало. Мне было 13 лет. Ну, куда? Я пошла работать. Кастрюли паять. Здесь раньше имели кастрюли новые, только состоятельные люди. А мы, как все простые люди, паяли старые кастрюли. В 1941 году Вера по состоянию здоровья собирается в санаторий. Уже сшитый в новой платье. Собран чемодан. Там дома двухэтажные от завода имени Сталина. И все спали на улице. Вот так. Травки негде было клюнуть. И вдруг часа в четыре, что ли, гул такой, самолет пролетел. Немец ворвался. И тут как все поскакали, мужчины. А раньше же не в трусах же ходили-то, в кальсонах. Но мы-то еще молоденькие. Нам и смешно, и мы же не допонимали еще многого. Ну, а потом в 12 часов объявляют. Война. Молодая девушка Вера вместо Евпатории отправляется на лесозаготовку под каширу. Пресс пилили, начали. Пили. Одеть неужели. Телогрейки дали. А что телогрейки, 40 градусов, мороз? Ну, так вот работали. И всю войну проработали. Спина, спина. Я спина и спина. К врачу пошла. Они, о, молодежь работать не хочет. Как они, знаете, на молодежь? Вот все, мол, ходят. Ну, а меня только раз обговорили. Я уже больше никогда не пойду. Я по характеру такой. Меня обидели ни за что. После войны Вера работает в ремонтной мастерской. Тогда и познакомилась со своим будущим мужем. Молодой, высокий, красиво одетый юноша. Ну, как на такого не обратить внимания? Но и он долго не ухаживал. Сразу решил жениться. Когда-то недолеченная болезнь взяла свое. Врачи вынесли вердикт Вере Афанасьевне. У вас не будет детей. Но она только одного боялась. Что ее бросит любимый Сережа. Он говорит. Выбрось из головы. Я даже мысли не допускаю, чтобы нам с тобой разойтись. Они решили завести собачку. Тяпочка. Так звали белую любимицу семьи. Как решили супруги, их ребенка. 22 года она прожила в семье. И когда муж умирает, и она стала грустить. Не кушать, ничего. Я говорю, Тяпочка, надо же кушать. Папочка на работу ушел. Работает он. Она смотрит. Все понимает. Все слушает. Особенно умеет. Вера Афанасьевна похоронила мужа. А потом и Тяпочку. Жизнелюбие и оптимизм спасают ее. Она не потеряла любовь к жизни. У нее много друзей и родственников. Вера Афанасьевна в своей 90-е ведет активную жизнь. И, конечно, она знает секрет своего долголетия. Эта свою жизнь ни на кого голос не повысила. Ни на кого не кричала. Я вижу, ты, вы бедная. Себя с Нему отдам. Я помогала людям. И мне, наверное, Господь дает продлеть жизнь. Это я уже поняла. Долгая и насыщенная различными событиями жизнью Веры Афанасьевны. Среди этих событий была и война. Четыре брата не вернулись с фронта. Но вспоминать о страшных годах Вера Афанасьевна не любит. Ведь радостных моментов гораздо больше в ее жизни. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.